Всем тихой ночи и снова мы забираемся в закулисье для того чтобы больше узнать о монстрах которые обитают в этом странном мире и для начала стоит больше узнать о смайлерах или улыбающихся потому что они бывают попадаются на начальных уровнях наткнуться на них можно и на втором и на третьем при этом существа довольно опасны обычно встреча с такой тварью для странника начинается с того что он замечает где-то вдалеке кривой светящийся смайлик выглядывающий из темноты это довольно опасная ситуация потому что с этого момента монстр будет постепенно подкрадываться к страннику и что будет когда монстр к нему приблизиться даже толком не известно потому что такие люди пропадают без следа и не могут ничего рассказать те кому удалось пережить эту встречу говорят что если не паниковать и не шуметь а просто уйти в противоположную сторону от существа при этом продолжая абсолютно спокойно смотреть на него ничего особенного не произойдет впрочем это работает только если монстра удалось заметить на большом расстоянии а вот если странник увидел зловещую морду недалеко от себя шансов у него становится мало в такой ситуации может помочь источник света его можно кинуть в темноту и монстр бросится за ним давай немного времени для бегства говорят что смайлеры страшно боятся вещи известны как жидкость улыбающихся по какой-то причине информация о ней пропала из базы данных говорят что она состояла из перекиси водорода черники соли и мятая получается довольно странный состав но поговаривают что именно от него существа бегут в ужасе хотя наверное эти ингредиенты не так уж и просто найти на уровне закулисья что вообще из себя представляют эти монстры до сих пор непонятно одни говорят что у смайлеров есть тело просто существо как-то умеет искусно прятать его от глаз человека другие считают что широкая улыбка полная острых зубов это все из чего состоит чудовище в общем крайне неприятное существо с которым лучше не встречаться кто-то встречает светящиеся лица а кто-то натыкается на безликих вообще встретить хоть кого-то в закулисье сложно хоть монстры хоть человека но если встречается человек стоит быть осторожным потому что это может быть безликий безликий выглядят издалека как взрослый или как ребенок да и вообще как любой обычный человек иногда это старик безликих детей стоит опасаться больше всего по какой-то причине они практически всегда крайне агрессивная в то время как взрослая особь вполне может даже не обратить внимание на путника а просто пройти по своим делам старики даже в целом дружелюбны а вот дети почти всегда нападают и их нападение может быть достаточно неприятным событием потому что у них нередко с собой есть ножи и другие острые вещи особенно злобным безликим ребенком считается девочка в розовом платье она вообще только и делает что пытается воткнуть нож в живот любому кто проходит мимо безликие судя по всему людьми не являются иногда они встречаются без какой-либо одежды и тогда видно что они всего лишь упрощенные фигуры отдаленно напоминающие человека некоторые из них вообще похоже на низкополигональные модели наиболее опасно встреча с безликими напоминающими родственников и знакомых странника такие имеют довольно неприятные особенности например они могут погрузить человека его воспоминания и пока он будет там находиться существа будут питаться его жизненными силами этот вариант безликих обычно связывают с другим существом закулисья червем памяти дело в том что когда червь памяти поедает свою жертву он в то же время создает новое существо иногда подобное сожженному но всегда связанная с самим червем ну и вот похоже что когда червь поедает безликого также получается безликий но уже способный погружать свою жертву в бесконечный поток воспоминаний нападение же самого червя памяти может пережить только достаточно опытный путник дело тут в том что встречая это существо человек внезапно для себя оказывается в мире воспоминаний червь копается в памяти жертвы находит там самые яркие моменты и создает из них иллюзию которую человек чаще всего не может отличить от реальности когда жертва начинает полностью верить в происходящее появляется и сам монстр при этом обычно он имеет облик людей из воспоминаний человека далее жертве кажется что она общается с близким человеком однако это происходит в иллюзии в то время как в реальности червь медленно поедает его тело существование такого монстра в бэкрумсе говорит о том что умение бороться с иллюзиями и всегда отличать реальность от картинки за которой ничего нет крайне важно поедая плоть червь памяти приобретает возможность порождать других существ чаще всего это амнезийные черви эти мелкие и очень подвижные твари широко распространены на первых трех уровнях и долгое время считалось что они представляют собой потомство червя памяти однако вскоре стало известно что амнезийные черви полностью состоят из человеческих тканей червь памяти каким-то образом собирает их из мышцы и нервной ткани жертвы в своем теле амнезийные черви живут небольшими группами у них был замечен коллективный интеллект и возможно даже общее сознание увидев человека они стремятся его укусить что вызывает потерю некоторого количества воспоминаний которыми существо каким-то образом и питается в результате нападения большая группа таких существ путник может полностью лишиться всей своей памяти довольно таки неприятные существа хотя как-то раз кто-то додумался сварить амнезийных червей в миндальной воде возможно он сделал это от голода но получил он то что сейчас принято называть соком памяти сок памяти это очень популярная в закулисье субстанция она вызывает чувство расслабления спокойствие и снимает стресс однако его минус в том что он также вызывает зависимость и желание со временем употреблять все больше большие же дозы сока памяти вызывают полную потерю умственных способностей превращая человека в существо которое называется убогий убогий это очередной монстр закулисья внешне напоминает зомби хотя иногда убогие могут полностью отличаться от человека и выглядеть как просто масса плоти с пастью все убогие когда-то были людьми но по какой-то причине прошли процесс под названием жалкий цикл на первом этапе жалкого цикла перед нами все еще человек но крайне уставший и раздраженный считается что выйти из первого этапа несложно нужно всего лишь нормально питаться хорошо спать и пить миндальную воду на второй стадии жалкого цикла на теле появляются язвы кожа начинает шелушиться и отваливаться глаза становятся красными бедняги и все время только и расчесывают свои раны и произносят невнятные просьбы о помощи на этом этапе может помочь только предмет известный как освежитель реальности а вот из третьего этапа выход уже невозможен ногти и зубы выпадают при этом отрастая в других местах пропадают веки а глаза начинают бешено вращаться на совсем поздних этапах хаотично растворяются и отрастают целые конечности из всех отверстий убогого постоянно сочится коричневая субстанция похожая на речной ил она поначалу считалась безопасной однако позже стало понятно что контакт с ней запускает жалкий цикл убогие обычно собираются в местах где живут люди держась в стороне и избегая внимания одинокие путники их обычно не встречают в целом они представляют собой не слишком опасных монстров но было замечено что со временем они приобретают огромную физическую силу древние убогие легко проламывать стены и при этом очень подвижная потому если им придет в голову напасть на человека они могут быть крайне опасны и вот еще небольшая подборка существ закулисья так что теперь если вы окажетесь в мире бэкрамса ну или если вы уже там будете знать что с ними вообще делать и чего от них ожидать всем пока